Это программа Люди Будущего. Наши герои те, кому не все равно, каким будет мир завтра. Поэтому они делают его лучше уже сегодня. В этом выпуске Наталья Зоткина, которая создала фонд помощи недоношенным детям, и Светлана Бабинцева, директор первого в России социального дома для детей-сирот с тяжелыми диагнозами. Хорошо, прибавляем чуть-чуть веса. В перинатальном центре Зеленограда те, кто появился на свет раньше срока, сразу попадают в мир последних медицинских технологий. Маленький Вова лежит вместе с мамой в отдельной палате, где есть и подключение кислороду, и специальный теплый стол. Мы сейчас пока смотрим, как он держит тепло. Если вот немножечко подмерзает, я уже, конечно, включаю. Стать неотлучной медсестрой при своем недоношенном ребенке вынуждены тысячи мам по всей стране. Каждый год в России рождается около 100 тысяч недоношенных детей. Конечно, сегодня доктора научились спасать даже самых крошечных мальчиков и девочек весом всего в 500 граммов. Но такие дети в любом случае оказываются в зоне риска. У них часто бывают нарушения дыхания, зрения и слуха. Казалось бы, кроме врачей здесь побочь никто не в силах. Но это не так. И Наталья Зоткина точно знает, какая помощь нужна. Ведь она сама через все это прошла, когда 8 лет назад родила дочку раньше срока. Давай. Дед мой обучить. Обучить. Давай тут лучок польем. Точно в книг с тобой сходить не хочешь никак. Покажи, дядя, в камеру. Класс. Вот так. В какой момент ваша беременность пошла не так? Что-то пошло не так. На самом деле все пошло так. Но знаете бы я, наверное, не была здесь сейчас и не была бы в той ситуации, в которой я нахожусь сегодня, не могла бы помогать тем, кому я помогаю. Не дошла бы, возможно, до какой-то своей миссии, до своего прямозначения. Потому что говорить, что что-то пошло не так, вот такой вопрос с философским. На 20-м у меня была беременность довольно сложная. Эта беременность была ЭКО. У меня была двойня. Мальчик и девочка. Двадцать шесть недель. Пять дней это было. И у меня к вечеру были шансы. Родила я сама. Мальчик у меня родился, сын у меня родился в 8 утра. Он был уже мертвым. И в 8-20 у меня родилась Лиза. Ну вот. Лизку мне показали. Она была завернута в такой вклоком. И два больших глаза. Маленьких деток, у недоношенных деток еще нет радужки. И у них вот прям черные-черные глаза. Мы сейчас часто ведем прямые эфиры с мамами. Рассказываем их историю. И все абсолютно по-разному. И в то же время очень похоже описывают свое первое впечатление от ребенка. То есть это начиная от вариантов от куколки, заканчивая с морочком, креветкой и так далее. А у вас как это было? Слушайте, вот я… У меня была одна вода, потому что у меня были сплошные слезы. Я плакала. Она была маленькая. Настолько маленькая. Она была прям синего цвета. Такая вот прозрачная кожа. Прям сосудики даже видны. Она взяла с весом один килограмм. Она и сына. Вот. Она была в шапочке, в носочках и в огромном памперсе. В подгузнике. В большом-большом. Она, наверное, была с половиной моей Лизы. Нет. Ну, она килограмм 32 сантиметра. Ну, 304, да. То есть самый такой вот прям четкий размер, который понятен всем. Ну, вот. Конечно, у Лизы были сложные диагнозы. И на втором месяце мы уехали в больницу в другую. У нее было тяжелое кровоизлияние для уже хирургических вмешательств. Что говорили врачи, когда она родилась? Какие вообще были прогнозы? Прогнозы? А какие прогнозы? Я понимала, что в ЖК внутрижелудочного кровоизлияния 4-й степени, что-то зависимая гидроцефалия, повлечет за собой последствия. И это прекрасно понимала. Первые 4 месяца своей жизни Лиза вместе с мамой провела в больницах. Потом врачи научили Наталью о замреанимации и выписали Лизу домой. К Зоткиной уже тогда начали обращаться другие мамы с похожими историями. На тот момент я общалась с большим количеством мам. Я понимала их потребности. Тогда я прошла буквально своими ногами поиск одного специалиста 2-го, 3-го, 10-го, центры реабилитации и так далее и тому подобное. Ну вот. Началось, пошло сарафон на радио. У меня девчонки с фонда смеются. Тогда горячая линия была позвонить Зоткину Наташу. То есть примерно из этой серии. Понятное дело, что я не одна такая. Таких мам очень много, которые помогают. И мы стараемся этих мам поддерживать. То есть такие мамы просто давали ваш телефон? Да. Да, просто давали телефон, порой даже не спрашивали. Можно, да, дать нельзя. Ну как бы я об этом не жалею. И тогда архитектор по образованию Наталья решила навсегда забросить свою первую специальность и пошла учиться на психолога. Вскоре она открыла фонд «Право на чудо», чтобы всем мамам недоношенных детей было куда позвонить. Как вы пришли к решению открыть фонд? А я не знаю. Мне кажется, это был аффект какой-то, честно. Ну вот. Я об этом не жалею нисколько. Но это, знаете, это я буквально вот в эту субботу я совершила свой первый в жизни прыжок с парашютом. Но это было примерно вот такое же. То есть ты стоишь на краю и думаешь, ты не думаешь прыгать или не прыгать. Ты просто прыгаешь. В неизвестность. Вот это было точно так же. То есть да, были люди, которые, был инструктор, который меня держал. Здесь то же самое, были люди, которые меня поддерживают. Но мы просто сделали вместе шаг и все. Мы просто пошли и взлетели. Ну вот. Это было примерно вот, ну опять видите, мурашки. Не обманывая. Какая помощь, прежде всего, требуется мамам и их недоношенных детей? Первое, с чем они сталкиваются, естественно, мы так или иначе мы говорим о вревании. Да, о психологическом таком состоянии, о проживании, утраты, утраты образа идеального ребенка, утраты образа идеальной беременности. Причем с этим сталкиваются не только мамы, с этим сталкиваются и папы, потому что у каждого из них были свои ожидания. На юго-западе Москвы в спальном районе расположился Свято-Софийский социальный дом. Что такое социальный дом? Это и не детский дом, потому что некоторым его воспитанникам уже гораздо больше 18 лет. И не дом инвалидов, просто потому что инвалидами здесь называть никого не принято. Это действительно родной дом для 23 человек с серьезными нарушениями развития. На прогулку собираетесь? Да, на улицу. Тогда после прогулки надо будет залезть в твой скайп, вытащить оттуда супер важную информацию, которую они кинут туда. И ты мне поможешь. Света – девушка в джинсах, которую легко можно принять за волонтера, директор Свято-Софийского дома с первого дня его работы. Люди, когда с вами знакомятся, часто они удивляются, потому что вы директор? Да, они удивляются, что я директор. Ну, это и, наверное, тоже мой какой-то такой, моя попытка не быть директором, на самом деле. То есть я себя воспринимаю и в плане сотрудников, и в плане детей как ресурс. Да, то есть чем больше я могу отдать, тем точнее, вернее и надежнее построится вся эта система. То есть я здесь не для того, чтобы указания раздавать, а для того, чтобы докопаться до сути, почему не получается. Начинающая актриса Света Бабинцева из Саратова вообще-то не должна была оказаться в интернате для особых детей. Переехав в Москву, она преподавала в театральном кружке, в свободное время решила поволонтерить где-нибудь, пришла в православную службу милосердия, окончила курсы патронажных сестер, а на практику попала в психоневрологический интернат и осталась там на несколько лет. Мы были как бы дополнительными руками для того, чтобы просто помогать ребятам в роли интенсивной жизни, в которой они могли прожить, будучи в том соотношении, что 30 детей на 30. С тех пор с этими детьми она не расстается. Перевести их из государственного интерната в отдельный большой дом удалось пять лет назад. И это был не просто переезд. Света и ее сподвижники буквально открыли мир этим ребятам. Из первого года жизни я, безусловно, всегда вспоминаю наш первый летний выезд за город. Они первый раз в жизни, кто-то в 15 лет, первый раз, кто-то в 17 лет, первый раз потрогали песок настоящий, потрогали траву, походили босыми ногами по кромке воды, кто-то в эту воду залез. Первый раз песок, они просто не могли вообще на него наступить, потому что это был для них какой-то нереальный мир. И я помню, некоторые трогали руками, потому что не могли ногами. Ноги еще более чувствительны, больше всяких этих точек. И они дергали эти руты, вот так вот их зажимали. И типа, унесите меня отсюда, я не могу. Но это вот как должен был жить человек, если в 15 лет он вот так трогает песок. Тогда это были вот еще те самые какие-то непонятные возрастные ребята, которых видел на фоне там металлических кроваток. И вдруг они на фоне там настоящей травы. И вот это, конечно, оно как бы совсем не схлопывало их долгое время. Команда Фонда помощи недоношенным детям проводит занятия в Зеленоградском перинатальном центре. На медицинском мастер-классе молодым мамам дают уроки жизни. Навыки оказания неотложной помощи могут пригодиться после выписки. При отсутствии дыхания начинается непрямой массаж сердца. Нажатие происходит на сколько, Катя? Вспоминайте. На один, по-моему, сантиметр. Нет, на 3-4 сантиметра, да? Сама Наталья Зоткина общается с мамочками как равный консультант. Так у психологов называется поддержка личным примером. У нас родился проект «Мама помогает маме». По принципу, как работают свечи, как работают с сахарным диабетом. Как анонимные алкоголики. Как анонимные алкоголики. Абсолютно такие же группы, где люди могут поделиться тем, что их беспокоят. Меня зовут Наташа. Я мама недоношенной девочки Лизы. Моя дочка родилась с весом 1 кг. Ей сейчас 8 лет. Меня зовут Женя. Я мама недоношенной девочки. Нам сегодня 29. Основная суть школы для родителей – это вообще комплексная программа. Делать так, чтобы мамы вышли из перинодального центра и не боялись. Мам и пап, бабушки, дедушки иногда приходят. Обучить именно вот этим первичным навыкам. То есть, когда у Лизы был первый эпилептический припадок, я не поняла, что это такое. Понимаете? Знала бы я, понимала бы, я бы тут же вызвала скорую. Да? Это очень важно. Еще здесь учат вязать разные вещицы. И это вовсе не лекарство от скуки для мам, а рукоделие с лечебным эффектом для их детей. Ведь торопышки очень боятся переохлаждения. Для них падение температуры на 1-2 градуса – это, ну, вот, сродни катастрофе. Потому что, если малыш очень быстро охлаждается, у него начинаются проблемы с кислородом. У него начинаются метаболические нарушения. Нам важно создать эту тепловую такую изоляцию от перегревания и от переохлаждения, самое главное. И посредством носочков, шапочек, этих пледиков мы создаем оптимальные условия температурного режима. Свято-Софийский социальный дом для Светы Бабинцевой, конечно, не место работы. И даже не второй дом, а, скорее, первый. Здесь она каждый день с утра и до позднего вечера. А ваша семья как не ревнует, что у вас есть вторая семья? Моя семья не ревнует, потому что у нас это все общая семья. Я и моя Вера, дочка, она приезжает со мной каждый день сюда. И у нас здесь внутри домик параллельно идет жизнь. Я работаю, а Вера здесь же с няней, общается вместе с ребятами. И мне очень приятно, что она здесь, потому что, на примере других детей наших сотрудников, которые тоже здесь регулярно бывают, я вижу, что где-то лет до четырех вообще не возникает вопросов. И ребята общаются практически на равных. Этот интернат уникальный для России. Его обитатели живут в своих маленьких отдельных комнатах, объединенных в своеобразные квартиры. Все почти как в обычной жизни. Мы стараемся быть просто домом и брать на себя обязательства условной семьи. На самом деле мы все время пытаемся переносить на себя. Вот чего бы хотелось мне, вот уже взрослому человеку, или чего бы мне хотелось для своего ребенка. Мы хотим, чтобы у нас была своя комната. Хотим, хотим. Хотим мы личное время, хотим. Хотим мы личные вещи, чтобы это было не общее, что чаще всего бывает в интернате. А главное, с каждым из детей изо дня в день занимается один и тот же куратор, как Света Артюхова с Колей. Мама, ты моя мама? Ну, уже практически, да, по-настоящему. Куратор только по ведомости. И практически мама на самом деле. Ну, поначалу мне как-то было, конечно, не по себе. И я думала, что я должна сделать в связи с этим. Вот. А сейчас я как-то уже к этому привыкла и совершенно спокойно к этому отношусь. И говорю, да, Коль, ну так получилось. Такая мама у тебя. Света Артюхова раньше работала бухгалтером. И так же, как Света директор, много лет назад стала волонтером. А когда открылся Свято-Софийский дом, поняла, что ни на какой другой работе она не будет настолько незаменимой. Эй, мама, моя мама. Кто встретилась с Колей? Нет, да, 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 я бабу, нет. Коля рассказывает, что он сначала был в детском доме, и у него там не было никаких колонок, и он меня не знал. Потом, когда все дети сюда переехали, я начала работать в их группе. Ты постепенно начинаешь понимать, что тебе интереснее именно эта деятельность. Не твоя работа, когда ты сидишь там, ну да, приходишь, что-то делаешь. А здесь все-таки есть какой-то смысл, и хочется уже посвятить все время свое именно этому, а не какие кусочки приходить время. За то время, пока Коля живет здесь, дома, он стал другим человеком. Когда Коля научился ходить с поддержкой, он не ходил. И вот то, что он говорит, раньше он не говорил. То есть он молчал, и мог какие-то вот такими криками, его можно было понять, если он кричит, он недоволен, и если он радуется, он тоже кричал. А вот эти слова, они у него появились, хоть и непонятные, но как раз за время, которое он здесь находится. Ну, сейчас Коля более-менее начинает хорошо говорить, то есть у него появляются какие-то такие слова, которые вот прям реально, да, до начала. Оля, пожалуйста, дай себе за колонку. Ну, мы просто начали из минуса. Да, да. Поэтому мы здесь можем вообще говорить про чудеса. Позвольте. Широким жестом. Ну, это опять же, ну, просто потому что так сложились обстоятельства, и просто потому что у них не то, что не было ничего. У них вообще-вообще не было ничего. Поэтому история про то, что там у нас там все начали есть самостоятельно, она не про то, что вот мы такие замечательные, а просто про то, что раньше мне никто в руки ложку не давал, потому что быстрее человека кормить за счет взрослого. У меня, наверное, было за грани моих представлений о их возможностях, и это то, что часть ребят учились читать, учились печатать на компьютере. Ну, то есть для меня ребенок с отделением осердия вот уж никак не соответствовал тому, что он будет читать в печатной компьютере. Может быть, самая важная миссия фонда Натальи Изоткиной – он помогает детям-торопышкам скорее попасть домой. Раньше всем новорожденным, которым требовалась кислородная поддержка, приходилось оставаться в больнице. Теперь таких детей выписывают домой и дают с собой кислородный концентратор во временное пользование. Каждый такой комплект оборудования стоит почти 100 тысяч рублей. На мой взгляд, это был тоже колоссальный прорыв в том, что наши пациенты могли уходить из больницы намного раньше. Мы видим, как детки, которые долго лежавшие в больнице и потом даже с теми же кислородными концентраторами выходят домой, они быстрее приходят в себя. У нас в среднем детки находятся где-то 6-8 месяцев. Это такая средняя цифра. А кто поддерживает финансово ваш фонд? Ну вот за прошлый год и начало этого года у нас большей частью финансирование за счет государственных грантов. Это президентские гранты, это гранты мэра Москвы, это грант департамента труда и социальной защиты города Москвы. И, естественно, частные жертвователи, люди, просто обычные люди, которые нам помогают, которые помогают собирать деньги на кислородное оборудование. Нам очень помогают наши подписчики в социальных сетях. Мы собираем буквально всем миром, деткам, на кислородное оборудование. И, конечно, без этих людей... У меня даже, видите, мурашки побежали. Без этих людей я не знаю, что мы делали. Потому что, правда, получается, порой собрать, и мы очень-очень быстро отправили ребенка. На сайте фонда постоянно ведутся сборы на кислородное оборудование для малышей из разных городов страны. У нас была история из Смоленска. Мы собирали малышу, потому что стационар закрылся под ковид, и их быстро выписывали. То есть это есть история, она доступна в социальных сетях, ее можно посмотреть. Мы буквально собрали там за сутки этому ребенку, быстро отправили, чтобы он поскорее оказался в помощи. Пойдем в комнату, покажешь? Комнату свою покажешь? Пойдем? Нет? Нет? Нет. Скажи, не пойду, не покажу. Как вас изменило общение с такими особыми детьми? Мне кажется, прям вот я каким-то совсем другим человеком стала. Прежде всего по отношению вообще к окружающим в принципе. То есть как раз вот это понимание, что если ты говоришь, я принимаю особенности человека, я вот работаю с такими ребятами, я принимаю их особенности, то ты в какой-то момент должен себе честно признаться, что ты тогда не имеешь права не принимать особенности и взрослых людей без инвалидности. Да, как это все мы нормальные, но это не точно. Вот. Так и здесь. Если ты заявляешься об этом, то дальше ты должен как бы этому всю жизнь соответствовать. Иначе это будет неправда, иначе это будет игра. Вот мне очень хочется, чтобы это была не игра и правда. За пять лет существования Свято-Софийского социального дома православной службы милосердия аналогов у него так и не появилось. Хотя бы просто потому, что создать и потом поддерживать такой проект очень сложно и затратно. но окупается где-то совсем на другом уровне. Что вы начинаете? О стабильном финансировании? Ну тут, наверное, никуда не деться. Просто это даже не история про что-то такое, чтобы спать спокойно, а это все-таки история про то, что я понимаю, что мы ведь уже другую жизнь людям предложили. И, собственно, для них и для всех дорога сейчас одна. Если нет нашей организации, то это психоневрологический интернат. А мы прекрасно понимаем, что люди с тяжелыми множествами в психоневрологическом живут недолго. Ну тут можно глобальные какие-то вопросы поднимать, типа, а зачем они вообще живут и все такое прочее. Но мы для себя как бы на этот вопрос давно ответили, что если эта жизнь дана, значит она нужна. И находясь рядом с этими ребятами, мы точно понимаем, что вот как минимум нам они точно очень нужны, потому что они меняют нас, мы меняем их. И, наверное, большинство из тех, кто здесь работают, считают, что это такое вот счастье для них. Потому что это совсем другой мир. Наверное, вот из-за того, что ты все время находишься в состоянии считывания эмоций другого человека, который не может тебе сказать об этом напрямую. Поэтому ты привыкаешь все время находиться в состоянии считывания. И когда ты потом в обычной жизни с другими людьми встречаешься, то они тоже чувствуют, что ты какой-то странный. Ты почему-то интересуешься, как они себя чувствуют. А там глаз подерлась, и все, все хорошо. Ну то есть, кого-то это может, конечно, и напрягает. Но вообще для людей, которые здесь, для них это становится нормой. И они даже иногда там про семью у меня сотрудятся. Одна говорит, наконец-то стала замечать, что вот мой муж мне там завтраки делает. То есть это вроде как было нормально. А теперь я вот ему спасибо скажу, и я прям чувствую, как мне самой от этого приятно. Когда вы поняли и смогли принять, что ребенок будет особенным? Ну, поняла-то я этого очень быстро и очень рано. Это было понятно сразу, что у нас будут особенности. Вопрос как был. Насколько все будет сложно. Вот приняла я это, принимала я это долго. Приняла я это на сто процентов, наверное, год назад. Здесь было восемь лет, мы приехали в Грецию. Вот у меня как такой, знаете, как инсайд случился, что мы живем, но вообще ничего не происходит. Хочешь туда, хочешь туда, можем полететь, можем улететь, можем поехать на море, все что угодно. Надо жить, пора жить. А до этого не могли принять? Ну, я не могу сказать, что я это не было стопроцентного принятия. То есть вот в той точке, в которой я сейчас рассказываю, это было вот такое все, выдохнуло. Да, до этого это были качели. То да, то да, то нет, то хуже, то лучше, то принимаем, то не принимаем, то ждем, чего-то не ждем. У меня было три с половиной месяца Лизе было. Нам сказали, что Лизе очень серьезная литинопатия, это заболевание глаз. У недоношенных детей это случается, и довольно часто, особенно у детей из маловесных. Но в момент, когда нам сказали, что Лизе видеть не будет, с большой вероятностью, и, конечно, для нас это был шок. С одной стороны, потом мы как-то так сидели, подумали. Я помню, мы сидели в холле перинатального центра, в холле реанимации перинатального центра. Ну, Катя говорит, ну, ок, ну, не будет, ну, купи мне собаку, выберя. Хватит нас не жить. Лизе по сей день мечтает о собаке. Дочке Натальи Зоткиной Лизе уже исполнилось 9 лет. Самый страшный прогноз врачей – потеря зрения не сбылся. Девочка видит и даже очень любит рисовать. Каким цветом будем, расскажете, говорит? Серьезно. Держи. У меня прям огурчик такой получился маленький. У тебя самое. И хотя Лиза передвигается на коляске, это не помешало ей пойти в школу, в самый обычный класс. Лиза у нас закончилась сейчас первый класс, но мы возвращаемся обратно в первый, поскольку программа обучения 6.2 – это пролонгирование начальной школы. Это начальная школа 5 лет. Вот, мы решили пролонгировать первый класс, поскольку первый класс – это база. Обучится она в самой обыкновенной школе, здесь недалеко от дома, с обычными детьми, это инклюзивное образование. Она делает успехи, развивается только в своем темпе. Недавно научилась читать по слогам. То, что для обычного ребенка маленький шажок, для Лизы – огромный шаг вперед. Главное, ее мама Наташа всегда рядом, всегда поддерживает и настраивает дочку на самое счастливое будущее. Ведь право на чудо есть у каждого. Я помню, это было, наверное, на 3-4 день рождения Лизы. Я стояла у клубу я застеживала молоко и ко мне подошел доктор. Уже понимая, что у Лизы тяжелое кровоизлияние, да, мы тогда уже знали, он говорит, «Знаешь, что теперь твоего ребенка дальше, в будущем, будут говорить очень много разных вещей. Что она тяжелая, что она болит, что она там, все что угодно. Ты, говорит, глаза закрывай, никого не слушай. Просто люби своего ребенка таким, как он есть. Больше ничего нет». С тех пор я не смотрела ни одной таблицы развития. Я считаю, что мой ребенок, да, это, возможно, это не научно, да, то, что я сейчас говорю. Возможно, это как-то немножко звучит фантастически. Ну, как бы, на самом деле, по большому счету, мне все равно, как это звучит. Я знаю то, что знаю я, и я вижу то, что вижу я. Мне больше ничего не надо. Я считаю, что Лиза развивается ровно по тому сценарию, по которому она должна развиваться, ни больше, ни меньше. Да, есть там общие параметры, есть какие-то вещи, которые... Мне это мало. Я буду ее адаптировать к жизни максимально, насколько это смогу. Собака, без собаки, с коляски, без коляски, неважно. Топ, топ. Скоро подвезешь, ваш комиссарин и ты порывешь. Давай, прыг-скок. Готова? Да. Ну, лиз, гибай. Два. Три. Оп. Мы к вам. Привет. Привет. Три. 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 Продолжение следует...